Дорогие друзья, приветствую всех! Мы продолжаем разбирать турнир UFC Fight Night, который состоится в ночь субботы на воскресенье, а именно 19 февраля. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим о поединке, где, я уверен, будут очень серьезные искры. Бой пройдет в средней весовой категории, где встретится Абдулразак Аль-Хасан против Хуакина Бакли. Я думаю, многие из вас помнят, кто такой Бакли. Это боец, который в UFC действительно смог шокировать весь мир. Та самая вертушка, которую он нокаутировал своего оппонента, но об этом, естественно, в сегодняшнем выпуске мы и поговорим. В общем, да, ребята, кстати, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылочку на который я оставлю в описании под этим выпуском. В своем телеграм-канале на этот турнир я буду публиковать скриншоты своих ставок, поэтому, чтобы их не пропустить, обязательно подписывайтесь на мой телеграм. Повторю, что ссылочка будет находиться в описании под этим выпуском, ну а мы начинаем разбор, погнали! Начинаем этот разбор с Абдулразак Аль-Хасана. Это боец, который в качестве профспортсмена дебютировал в 2013 году. В общем-то, до того момента, как он пришел в UFC, он считался непобежденным спортсменом. Бился в региональных промоушенах, также участвовал в Белатере, да, причем 2 или 3 поединка там провел. Оформил там яркие досрочные победы, да, также выступал под баннером организации Legacy Fighting Championship, там провел один поединок. Ну и, естественно, после яркого завершения как раз-таки в Legacy, да, его заметили матчмейкеры UFC. В дальнейшем он был и подписан, кстати, в UFC, да, в 2016 году, если мне не изменяет память. В общем, в дебюте, да, он смог удалить своего оппонента глубоким, жесточайшим нокаутом. Все, в принципе, в стиле Аль-Хасана. После этого встретился против нашего соотечественника Амари Ахмедова, которому проиграл раздельным решением судей. Если быстренько пробежаться по тому поединку, то ключом к победе как раз-таки у Амари была его борьба. Потому что, понятное дело, что в стойке задерживаться с таким ярко выраженным, да, таким мощным панчером не было никакого смысла. Можно было улететь в нокаут в любую секунду боя. Поэтому Амари подобрал хороший геймплан, подобрал ключи к этому противнику, да, и в основном за счет борьбы, за счет тейкдаунов, переводов, контролей в партере, да, таким образом по очкам забрал. Ну, бой, на самом деле, получился очень близкий, очень, ребят, если кому-то интересно, можете посмотреть, после этого высказать свое мнение в комментариях под этим разбором. В общем, после этого Аль-Хасан встречался против очень, скажем так, таких, ну, на тот момент неплохих оппонентов. Например, Сабах Хамаси, которого, кстати, нокаутировал, причем дважды, если в первом поединке были еще вопросы, что это был случайный нокаут, да. Там матчмейкеры сразу же посчитали, что нужно быстренько сделать реванш, реванш состоялся, и опять в реванше Амур Розак, да, нокаутировал своего оппонента, после чего встретился против Ника Прайса в 2018 году и аккуратно, методично и того потушил. В общем, после этого были проблемы у него с законом, да, там его обвиняли в изнасиловании девушки, суд и все это разбирательство затянулось практически на два года. Естественно, да, в ментальном плане, я думаю, были проблемы у Аль-Хасана, также он, в принципе, не готовился. Также, кстати, забыл подчеркнуть, что плавал он постоянно по весовым категориям, выступал то в среднем весе, то в полусреднем весе, но сейчас закрепился уже в среднем весе, да, именно там сейчас выступает. В общем, в 2020 году он вернулся, встретился против Лазе, сошел тогда фаворитом за 1,3 примерно коэффициент, и тогда проиграл в ужасной форме, не сделал он вес, то есть превысил лимит весовой категории именно в среднем весе, да. Ну, я думаю, что те, кто смотрели тот турнир, смотрели взвешивание того турнира, видели, что Аль-Хасан находился просто в ужасной форме. После этого было еще одно обидное для него поражение от Уильямса, который вообще Аль-Хасана нокаутировал, там где-то порядка, по-моему, 30 секунд Аль-Хасан не мог прийти в себя, и опять же Аль-Хасан тогда также шел фаворитом, тоже, по-моему, за 1,3, ребят, ну где-то 1,3-1,4 коэффициент был тогда на Аль-Хасана. В общем, мы с вами увидели еще одно поражение, и причем поражение досрочно очень страшным нокаутом, там казалось бы, что, ну, вряд ли Аль-Хасан уже вернется, но набрался сил, да, набрался смелости, в принципе, тоже можно, да, такой момент подтвердить, и вышел на свой следующий поединок против Мелкуна. Там, в принципе, вообще ничего не смог сделать, там Мелкун, в принципе, исходя из того, что он хороший борец, ну, как хороший борец по отношению, да, к Аль-Хасану, то постоянные попытки перевода в партер, Аль-Хасан там просто был замучен борьбой, уже в первом раунде было видно, что Аль-Хасан, ну, ему уже просто не хочется драться, и поскорее бы все это закончил. В общем, по решению судей, Мелкун тогда одержал победу. Крайний свой поединок Аль-Хасан провел против Алисео Декирика, которого он нокаутировал Хайкика в первом раунде, по-моему, даже на первой минуте, кстати, давал тогда ставочку на это событие, вот как раз в этом поединке КФ уже были абсолютно по-другому, то есть первые три поединка, которые проиграл после возвращения Аль-Хасана, да, в UFC, после простой, я имею в виду, во всех трех поединках он шел фаворитом за 1,3, и вот здесь букмекеры уже решили поменять котировки, уже поставили Декирика за 1,3, Аль-Хасан шел там за 3,05, 3,10 где-то, плюс-минус, ну, может, в какой-то конторе за 2,90, в общем, тогда я брал его победу, да, и, соответственно, вот этим жестким хайкиком он нокаутировал своего оппонента и вернулся на победную тропу. В общем, приходим и к бойцовским качествам. Аль-Хасана действует, подчеркну, что в его активе имеется черный пояс под зюдо, в принципе, если мы говорим о защите от тейкдаунов, то, ну, она подхрамывает в любом случае, да, потому что мы видели, что не раз, не раз, да, бороли Аль-Хасана, переводили его в партер, там, контролировали, набирали очки, но я думаю, что защитные навыки от борьбы, наверное, вряд ли здесь нужны, потому что здесь встречаются два базовых ударника. Вот конкретно, что касается ударки, то, да, нокаутирующая мощь у Аль-Хасана имеется, она никуда не делась, держак у него в любом случае уже пробитый, да, потому что, как я и скажу, как я говорил, да, еще раз скажу, что такой нокаут сумасшедший от Уильямса, в который улетел Аль-Хасан, это просто так бесследно не проходит, и в любом случае, я думаю, что пробитость уже имеется в этом плане. Вот так, в принципе, в стойке, также стоит, кстати, подчеркнуть, что в кикбоксерской манере он работает, вообще у него два направления, в которых он преуспел, это дзюдо, как я уже сказал, да, и кикбоксинг. В стойке работает, в принципе, да, серийно, комбинационно, все как положено, как и должен работать, скажем так, выходец, да, не то, что выходец, ну, скажем так, базовый ударник. Что касается его кардио, то вот здесь, опять же, есть вопросы, также есть вопросы по тому, что сможет ли грамотно подобрать вес, подойти к весогонке, да, и, как всегда, не превысит лимит весовой категории. Но, судя по инстаграму, Аль-Хасан сейчас готовится, он сейчас в неплохой форме, поэтому я думаю, что с этим проблем не должно у нас быть, дай бог, чтобы так и было. И я думаю, что дистанция 3 по 5 для него в данный момент сейчас выполнима. Итак, ребят, переходим мы к сопернику Аль-Хасана, это Хуакин Бакли, боец, который в качестве профспортсмена дебютировал в 2014 году, до того момента, как он пришел в UFC, он тушил свет многим действительно неплохим таким спортсменам, да, в региональных промоушенах, в LFA, также в Белатар выступал. Кстати, в Белатаре провел он поединок и проиграл его Логану Сторли, это спортсмен, который действительно является борцом высочайшего уровня, ну, тогда у Бакли ничего, в принципе, не вышло, да, Сторли мы знаем, что это конкретное такое, ну, возможно, это выглядит, звучит точнее обидно, но, как говорится, говорим конкретные факты. Это боец, который любит одеялить, да, который переводит своих оппонентов, просто контролирует их в парте и набирает очки, так как его бэкграунд это вольная борьба и, ну, мне кажется, что спортсмен, который не сильно улучшает свои кондиции от боя к бою, да, то есть делает то, что работает, а работает у него в основном борьба, переводы, и то не всегда, не со всеми оппонентами. Например, с нашим Ярославом Амосовым, да, были у него проблемы, где раздельным решением тогда Амосову отдали победу, но бой, на самом деле, получился очень близкий. В общем, что касается конкретно того поединка, то Бакли его проиграл по решению судей. В 2020 году Хуакин подписал контракт с самым сильным промоушеном мира, с UFC, встретился он в дебюте против Кевина Холланда, которому проиграл техническим нокаутом, после этого был поединок против Касанганая, и вот этот бой, наверное, прославил Бакли, ну, как говорится, по максимуму, потому что там была очень такая интересная вертушка, пробил фронткик Бакли, да, ногу успел поймать Касанганая, и в этот момент с разворота Бакли нанес еще один удар четко, который пришелся в бороду Касанганаю. Потрясающе яркий нокаут, хайлайты этого нокаута облетели просто все социальные сети, Instagram, YouTube, Telegram и все тому подобные, ну и, соответственно, да, действительно начали уже рассматривать Бакли как такого опасного, жесткого, яркого финишера, что на самом деле у нас и любит UFC. В общем, после этого встретился он против Райта, которого победил нокаутом досрочно, то есть все красиво, да, и вот следующий поединок против Декирико показал, что не такая идеальная защита от ударов у Бакли, хороший, в принципе, тогда был фаворит Бакли, по-моему, если не ошибаюсь, коэффициентного победа был что-то типа 1,3-1,4, и досрочно Бакли проиграл, улетел в такой тоже неплохой нокаут, хайкиком смог зацепить, да не то, что зацепить, наверное, а очень плотно приложился по голове Бакли Декирико и отправил того в нокаут. После этого сейчас крайний свой поединок Бакли провел против Аройры, которого победил, нельзя сказать, что победил уверенно, шел фаворитом, там 1,4-1,5 был на него коэффициент, но победил досрочно. В третьем раунде, да, когда оба спортсмена уже по максимуму устали, все-таки Бакли нашел возможность финишировать своего оппонента в стойке. В общем, что касается его бойцовских качеств, то, в принципе, да, это сбалансированный спортсмен, который, конечно же, самая сильная сторона, это его ударная техника, прекрасно вы чувствуете в этом аспекте, максимально мобильный боец, то есть постоянно двигается в октагоне, ну и, соответственно, да, есть у него проблемы также в стойке, если вы обратите внимание, лично, что я заметил, это то, что когда Бакли пробивают хайкики в голову, ну, соответственно, хайкики, да, вы должны понимать, что это такое, когда пробивается хайкик, почему-то Бакли старается именно подсесть под него, и, соответственно, опускает руки на уровень груди, и вот благодаря именно такой ошибке, допущенной с его стороны, в поединке против Декирико он улетел в нокаут, поэтому, и, кстати, такой момент не раз я замечал, даже в поединке против, в крайнем поединке против Фаройра были такие предпосылки, и я, на самом деле, не понимаю, зачем это делать, можно руки там чуть повыше поднять, можно отойти назад, но Бакли почему-то подседает под соперника, и это, на самом деле, очень грубая ошибка, за которую он поплатился и в дальнейшем может также поплатиться. Что касается борьбы, да, он может попробовать там перевести, у него есть определенные навыки в борьбе, но борьба это его не сильная сторона, и в основном старается он бороться только тогда, когда либо он устал наглухо, да, либо не вывозит в стойки, и нужен клинч, нужно завязать своего оппонента, чтобы попробовать его максимально, скажем так, подзакислить, да, подзамедлить, попробовать в клинче что-то либо искать, да, но борьбу применять, как я уже сказал, очень редко. Что касается его кардио, то здесь есть определенные проблемы, в том же поединке с Аройрой в третьем раунде Хуакин Бакли уже себя плохо чувствовал, поэтому я думаю, что в затяжных поединках, да, у него проблемы с бензобаком имеются. Итак, ребят, переходим и прогноз на этот поединок, и давайте для начала взглянем на коэффициенты букмекерских контор. Здесь у нас Бакли идет за 1,5, в то время как Аль-Хасан идет за коэффициент 2,5, ну плюс-минус кэфы могут там различаться, да, в зависимости от коэффициентов, а точнее от котировок букмекерских контор. Соответственно, что здесь, какие здесь выводы сделал я конкретно по этому поединку? Я думаю, что здесь стоит присмотреться к тоталам меньше по раундам, соответственно, да, не полный поединок, третий раунд не начнется, меньше 2,5, ну и на риск можно забрать меньше 1,5, там коэффициент, если я не ошибаюсь, по-моему, 1,8 или 1,9, меньше 2,5, там коэффициенты примерно 1,5-1,6, то есть если даже кто-то и хочет взять победу Бакли, то можно, в принципе, ее таким вариантом заменить. Я не говорю ни в коем случае, что, ребята, все, те, кто из вас решил ставить на Бакли, меняйте эту ставку на 2,5, меньше на тотал, имейте в виду, да, потом будете писать всякий бред в комментариях, ребят, пожалуйста, нет, нет, еще раз нет. Я просто высказываю свое мнение конкретно по этому поединку и конкретно, что я вижу, да, то есть есть моменты, где можно плюс-минус одинаковые коэффициенты заменять там на другие исходы, но, опять же, понятное дело, что это не всегда работает, но лично для себя я увидел такой вариант, то есть я считаю, что здесь мы увидим с вами досрочку, оба спортсмена, бойцы являются бойцами, которые уже пробиты, да, то есть оба падали в нокауты, причем в серьезные нокауты, также оба спортсмена, у которых в руках есть та самая огневая мощь, да, благодаря которой они могут отправить каждого из своих оппонентов на настил, ну и, соответственно, что касается борьбы, я думаю, здесь мы вряд ли ее с вами увидим, потому что если ее кто-либо будет из спортсменов применять, то, скорее всего, это будет Бакли, но я считаю, что те навыки, которые есть у Аль-Хасана, их достаточно будет для того, чтобы защищаться от этой борьбы и уже работать в стойке, поэтому я думаю, что на тотал и меньше здесь стоит обратить внимание. Если говорить про победителя, то я скажу так, что на Бакли коэффициент, на самом деле, на мой взгляд, не сильно-то и оправданный, 1,50 там, да, ну, опять же, как неоправданный, ребят, мы знаем, да, я уже говорил ранее в этом разборе, что были проблемы, и куда-либо делись они сейчас или остались они, остается для меня вопросом, я имею в виду в плане подготовки у Аль-Хасана. Здесь нужно будет смотреть на взвешивание, да, да, ребят, на взвешивание, это касается тех жестких комментаторов, которые любят строчить, какое взвешивание, мужик, ты что прикалываешься, дай нам сейчас прогноз, ребят, пожалуйста, не несите больше этот бред в комментариях, ну, это реально бред. Ну, во многих боях где-то, возможно, взвешивание не решает, где-то решает, то есть надо посмотреть, в какой форме подойдет Аль-Хасан. Если он будет прожарой, как он вышел на свой крайний поединок, то, понятное дело, да, что он готовился, и он готов показать, выйти и показать войну в клетке. Но просто я к чему уклоню? Коэффициент на него заманчивый, действительно, и если у него будет хорошая форма, можно будет присмотреться и в его сторону, потому что, ну, плюс-минус, я здесь считаю, что здесь шансы 50 на 50, как вы все прекрасно знаете, люди, которые за мной давно наблюдают, когда шансы плюс-минус равны, я в основном притапливаю зандердоков. В общем-то, ребят, вот такое вот у меня мнение касаемо этого поединка, теперь интересно послушать, что вы думаете по поводу этого боя, пишите все свои мысли в комментарии, также не забывайте подписываться на канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, я же вынужден с вами попрощаться, всем пока и хорошего дня.